Те, кто предпочитают стиль практичности и считают, что имидж важнее комфорта. В субботу встретились на лофт-пикник. 60 автовладельцев из Иваново, Владимира, Костромы, Ярославля и Москвы собрались, чтобы показать обывателям настоящую стенд-культуру. Все это организовывается ради поднятия культуры в нашем регионе, потому что не все знают, как правильно надо делать и как вообще правильно это все выглядит. И второй год подряд мы уже пытаемся показать ивановцам, ну и жителям области, и соседних, так скажем, областей, как правильно вообще выглядит культура стендс-тюнинга в целом и к чему надо стремиться. Стендс – это культура радикально заниженных автомобилей. Дорожный просвет минимальный, широкие диски на низкопрофильной резине. Бэтмобили и цветущие раритеты. Для стендс-культуры никаких ограничений. Какую машину доводить до ума зависит только от возможностей владельца, чаще всего финансовых. Креатив здесь просто безграничен. Естественно, можно увидеть много автозвука, который тоже грамотно все сделано, то есть никакого колхоза. Здесь люди занимаются машинами не по одному году, и поэтому их машины доведены обычно до идеала. Это может начинаться от подвески, а заканчиваться салоном. То есть машина всегда практически полностью переделана. Участники любят внимание. Рассказывают, сюда приехали скорее себя показать, чем на других посмотреть. Каждый автор-новатор мыслит оригинально и другими идеями едва ли вдохновится. Тачка может быть любая. Главное – подход к ее тюнингу. То есть это должен быть интеллектуальный тюнинг, без всяких таких заморочек, допустим, как тонировка, громкие глушители и так далее. Правоохранительные органы год назад создали закон, обязывающий людей вносить изменения в конструкцию автомобилей и регистрировать их. У нас на мероприятии даже присутствуют представители таких компаний, поэтому у нас все легально. Павел на лофт-пикник приехал из Сергиева Посада. Клиренс его автомобиля – 5 сантиметров. По трассе, рассказывает, добирался бодро. В городе без дорог Иванове пришлось сложнее. Низкая машина – это непрактично, особенно когда используешь ее каждый день. И я изменил подвеску, я поставил пневматическую подвеску, я поставил низкий обвес, я немножко поиграл с настройками двигателя. В целом, и поставил, конечно, диски. Главный фактор в внешнем виде машины – это диски. Низкий автомобиль, рассказывает Павел, это очень красиво. Он будто составляет единое целое с дорогой. Так как машина похожа на космолет, я решил сделать авиационный джойстик вместо коробки передач. Мало того, что это коробка передач, это еще и управление моей подвеской. Я могу при помощи кнопок на джойстике делать машину выше или ниже. Здесь выведено три режима управления. Передняя ось, задняя ось и вся машина сразу. Тюнинг, как наркотик, рассказывают участники фестиваля. Остановиться, начав, совершенно невозможно. И пока есть внимание и восхищенные взгляды, тюнинг будет продолжаться. В каждой эпохе своя культура, заявляют организаторы. Нашей – стенс. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.